Всем привет! Доброе утро, добрый день! Как вы видите, на улице сегодня, в принципе, хорошая погода. Единственное, немножко нет солнца, но оно будет, сейчас я выйду. Такое ощущение, что я немножко бухал. А я не пил, всего лишь одну бутылочку пива. Ну и то это было вчера. К девицу зашел просто после прогулки с Ленкой. Хочу поздравить всех с Пасхой Святой, с этим замечательным праздником. Пожелаю всем здоровья, свершения ваших желаний. Будьте счастливы! Иду в магазин. Опять рядышком с домом, который надо купить продуктов для праздничного стола. Ну мы с мамой, правда, вдвоем, но все равно хочется чего-нибудь такого, знаете, чтобы праздничное было на столе. Не знаю, может, селедку под шубой сделаем. Наконец-то! Сколько я уже три месяца, всю эту селедку говорю-говорю, и все никак. Хотя в Сочи, когда приехал, была возможность селедку под шубой купить. Вот. Прям в первый же день, в принципе. Но я не стал. Хочу сам приготовить, мне так больше нравится. Вообще, мать хочет какой-нибудь салатик. Я еще не кушал, не завтракал, ничего. Сейчас вот подхожу к Дикси. Какая-то проблема со свеклой вареной. Морковка есть, вареная картошка есть, свеклы нет. Вообще. Вот, кстати, тоже большой кулич, полкилограмма, наш серпуховской. 130 рублей по акциям в Дикси. Мне говорили, что нельзя купить так дешево. Единственное, мне непонятно, почему столько белокочанной капусты стало стоить. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, свежак. Только выросло. Маленькая еще такая. Смотрите, мне в руке помещается. Да, перец болгарский стал не из дешевых. Нашли мне свеклу, смотрите. Знакомые здесь работают. Специально для меня как будто нашли. Взял морковку. Что там еще-то нужно. Картошка есть. Морковку взял. Огурчики может взять. Но вот эти вот уже какие-то мягкие стали. Хотя они и есть нормальные. Селедка, не знаю, есть дом или нет. По-моему, не было, да, селедки. Так, съели в ДК. Мне кажется, такую я брал. Что-то она мне не нравится. Мои, кстати, сказал, да, что селедка тоже что-то подорожала. Я, правда, не думал, что там настолько. Селедка. 240 грамм. Что-то майонез не вижу, сколько стоит. Нет ценника. А здесь... А здесь арябы вообще нет. Нашел в следующем холодильнике. 234 рубля майонез. Ё-моё, ё-моё. Взял вот такой вот, короче, майонез. Надеюсь, что он нормально. Написано по ГОСТу. Вот, кстати, моя любимая мука. Кто спрашивал? Французская. Штучка Экстра. Из нежного, среднее. Короче, Экстра сорт. 159 рублей за 2 килограмма. Ну, есть вот Макфа по акции тоже, в принципе, неплохая. Но вот это самое лучшее. Надо что-нибудь из мяса ещё выбрать. Не знаю, что. Фарш нормальный. Вот что-то я не увидел. Только из индейки мой любимый есть. Надо что-нибудь посмотреть. Ну, что затарился. На 1700 рубликов. Иду домой. Иду с магазина, вижу, по-моему, отчима тачка. Юрка. Там как раз сестра что-то говорила, что он должен приехать. Деньги какие-то передать. Сейчас встречусь заодно. Сто лет не видел. В общем, поболтали. Деньги передал. Не мне. Ха-ха-ха-ха. Ну, хоть сестре немножко это помочь. Всё, уже на седьмой этаж поднялся. Ну, всё, я уже дома. Вот что я накупил. Сейчас буду рассказывать, показывать, что почём. Ну, и заодно расскажу, что я сегодня буду готовить. Конечно же, со всем тем, что я приготовлю. Вас ждёт вечером праздничный мукбанг пасхальный. Будем с вами кушать. Рассказываю. Так. Бананы. Четыре штуки. Крупные. Сейчас скажу, сколько стоили. Так. Ищу батон. Где бананы-то? Мне хочу бесплатно дать. А, вот. Бананы. По восемьдесят пять рублей за килограмм. У меня вышло на восемьдесят шесть рублей. Меньше КГ. Батончик взял. Но моего не было, которое я люблю. Вот взял. Другой. Нарезной. Любимой традиции. Я пробовал тесто своёное от любимых традиций. Неплохое, кстати. Эй. Сыр Тильзитер. Ха-ха-ха. Всего зелёное. Тоже он, по-моему, был по акции. За двести пятьдесят рублей. Но он большой. Здесь четыреста грамм. Так. Шампиньоны развесные. Вот такие вот тёмные. Очень вкусные шампиньоны. Они аромат имеют ещё дополнительно. Они стоят, по-моему, по двести двадцать рублей за килограмм. Шампиньон. Да. Двести двадцать рублей за килограмм. Ну, два апельсинчика. Две пачки моего любимого фарша. Индиалайт. Вот такого. Тоже по акции. По сто пятьдесят рублей за одну пачку. Там четыреста грамм. Майонез по акции шестьдесят рублей. Тут триста восемьдесят грамм. Четыреста миллилитров. Короче. Майонез, конечно, стал бешеных денег стоить. Так как я вчера одну пасху уже схомячил с куличами, посчитал, что надо ещё взять одну. А то одной маловато будет. Пасха стоила то ли шестьдесят, то ли семьдесят рублей. Не помню. Яблоки. Яблоки, кстати, резко что-то подорожали. Стали сто. С чем-то стоили. В общем, за двадцать рублей сразу подорожали за один день. Свекла варёная. По-моему, семьдесят девять рублей. Пятьсот грамм. Сам не хочу возиться. Так, смотрим. Да. Семьдесят девять пятьдесят три. Восемьдесят рублей, короче, свекла. Индийка. Папа может. По сто двадцать она, я помню. Испанский сырокопчёный. Вот такая вот колбаска. Так, полусухая сырокопчёная колбаса. Восемьдесят пять грамм. По-моему, что-то 150 или 160 рублей стоила. Селёдочка Витчи. Двести сорок грамм. Это для селёдки под шубой, как вы уже поняли. Догадались. Ну, пару морковок для салата. Яйца. Здоровое село. Так что, ну, вот так вот как-то затарился. Ещё взял помидоров, огурцов для овощного салата. А то что-то давно не ел овощных салатиков. Так, теперь расскажу, что я сегодня буду готовить на праздничный ужин. Ну и, соответственно, на мукбан к нам с вами. У меня будет селёдка под шубой. Салат с ветчиной с грибами, сырым и яйцами. Не помню, как он называется. Но он вкусный. Пюрешку, наверное, отварим. Котлет сделаю. Овощной салат. Ну, в общем, приготовлю всего побольше. Поэтому обязательно не пропускайте мой этот мукбанг. Вечерком сядем вместе, поужинаем. Вот. Может быть, прямой эфир сделаю. Но это ещё не точно. Но мукбанг точно будет праздничный. Сейчас приступаю к готовке. Вот. Время уже. Я сегодня встал очень рано. Пол восьмого. Не знаю, мне кажется, даже ещё раньше, чем пол восьмого. Я проснулся. Время десять минут одиннадцатого. Я сейчас поставлю всё для свеклы под шубой. Надо, чтобы она постояла. И как раз после обеда она уже настоится. И часик в четыре, наверное, будут снимать мукбанг. Как раз всё остальное тоже доготовлю. Поэтому давайте тоже берите, что-нибудь готовьте. Чтобы вечером сесть и вместе покушать. Всем спасибо за внимание. Вот такой поход в магазин. Вот такая распаковка. Надеюсь, вам понравилось. Пока. С вас лайк. Палец вверх, точнее. Так. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok